Кнопка рождественской музыки для сайта на WordPress. После установки плагина появляется вот такая вот кнопочка в углу сайта, нажатие на которую играет рождественская музыка. Давайте посмотрим настройки данного плагина. Нет времени разобраться в тонкостях сайтостроения? Звони прямо сейчас. Телефон, кстати, вот здесь вот сейчас будет. Звонить, кстати, можешь бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Создадим тебе супер сайт. А я возвращаюсь к теме урока. Поехали! Плагин небольшой, настройок здесь немного. Хорошо, что в настройках плагина есть возможность указать на каких страницах, чтобы появлялась данная кнопка. Если мы посмотрим в предпросмотре мобильного устройства, то видим, что кнопка нормально видна. То есть она, эта кнопка будет всегда зафиксирована, всегда будет в правом нижнем углу при прокрутке. То есть ее видим всегда. По нажатию мы можем слышать музыку и по нажатию на эту же кнопку музыка отключается. Итак, давайте посмотрим данный плагин. Переходим с вами в плагины «Добавить новый». В поле поиска плагинов мы вбиваем «Christmas Music» название данного плагина. Вот мы его здесь находим. Такая у него иконочка. После активации данного плагина он появляется в настройках. Вот здесь вот. И давайте посмотрим. Если вам нужно, чтобы воспроизводилось на всех страницах, то мы ставим галочку «Воспроизводить на всех страницах». Но дело в том, что при обновлении страницы музыка сразу играет. К сожалению, здесь нет опции. То есть я бы сделал так, чтобы музыка играла только после нажатия на кнопку. Но хорошо, что в этом плагине есть возможность назначить страницы. Тогда мы эту галочку не ставим. Также здесь есть настройка цвета кнопки. И настройка иконки на кнопке. Можете выбрать любой цвет. Давайте представим, что у нас не на всех страницах. Галочку не ставим. Тогда мы переходим в страницу или в запись. Например, я хочу, чтобы только на главной была данная кнопка. Смотрим в правую часть. Находим блок здесь «Christmas Music». И просто ставим галочку «Активируя данный плагин» именно на странице «Главная». И нажимаем «Обновить». Таким образом, только для главной страницы будет играть. Если мы перейдем на другие страницы, мы видим, что кнопки здесь нет. Вот такой вот небольшой плагин. Надеюсь, кому-то он будет полезен. Субтитры сделал DimaTorzok